В Славутище стартовала приписная кампания «Ликарь для каждой семьи», «Врач для каждой семьи». Сегодня мы побывали в нашей поликлинике и узнали подробности у заведующего поликлиническим отделением МСЧ-5. Со вчерашнего дня началась приписная кампания у нас в городе по заполнению, скажем, деклараций семейного доктора. Открыли мы поликлинику «Бощер» в программе. Значит, зарегистрированы предприятия, зарегистрированные МСЧ-5, зарегистрированные в общей системе здравоохранения. Мы по ходу регистрируемся в национальной кампании здравоохранения и уже по приписной кампании. И каждый человек из города может выбрать себе доктора. Значит, чтобы не боялись люди приписной кампании в каком плане. Что было ограничение по первому приказу, там было до 2000 пациентов на одного доктора по терапии. Сейчас этого нету. Сняли ограничения. То есть доктор может набирать количество людей, которые он осилит сам вести. Да, самостоятельно. Также у нас же доктора делятся, получается, на три категории. Первый – это семейный доктор, который может смотреть и детей, можно записать, да, и взрослых. У нас это Киевская амбулатория, два доктора. Тут у нас семейных доктора два – Бойко и Филатов. А так декларации заполняют к терапевтам и к педиатрам. Поначалу оно везде тяжело. Народ должен привыкнуть, просто жители должны привыкнуть к этому. От этого никуда не денешься, потому что это есть программа. Не нами она придумана. Это общая государственная программа. Да, государственная программа по докторам. То есть все потихоньку мы наложим. Вся информация есть. То есть сейчас пациенты могут записаться и через компьютер, могут записаться, могут дозвониться по телефону. В регистратуре у нас висят, вся информация висит в регистратуре. Она будет каждую, скажем, каждую пятницу меняться, потому что одни доктора выходят с курсов, будут вести уже приписную компанию, другие доктора в отпуске. Сейчас заканчивается отпускная компания. Будет легче, когда будут, выходят все на работу, уже будет легче идти. Есть время регистрации декларации, заполнения деклараций. Пожалуйста, подходите, даже без питания. Информация есть в холле, висит на стендах. Даже регистрироваться можно через компьютер. То есть из дому записаться до доктора, он выделяет время, часы приема. Так, то есть легко сейчас, если дружите с компьютером, легко и просто, да. Мэр города Фомичов сегодня побывал в амбулатории семейной медицины Киевська и подписал декларацию с выбранным им врачом. И почему вы выбрали именно этого доктора? Я, Наталья Витальевна, знаю не первый год, давно, давно працюем с ней, поэтому и выбор саме такой, и наша семья будет обслуживать саму этого семейного лекаря. Кожен мае право на свой выбор, мы сделали его саме таким. Что вы пожелаете с лавочанам? Я желаю, как наше быстрее, призначитесь с лекарем, подписать декларацию, и это тогда уже вас ставит в другие условия с вашим лекарем. Сьогодні вы можете прийти до любого лекаря, нема проблем, но мы все люди, мы все понимаем, что если лекарь видит, что декларация в него подписана с пациентом, ну, по-перше, это иншее финансирование. Это втрече больше финансирование. Еще раз скажу, мы все люди, мы все должны понимать эмоции лекаря, который работает за одни гроши или за другие. Ну, нужно призначитесь с лекарем, нужно укласти декларацию, у нас есть безлечие возможностей для этого и в поликлинике, и тут в амбулатории Киевской. И тогда мы развиваем первую ланку и работаем над тренировой ланкой медицины. Вашему вниманию доктора медсанчасти номер 5, в том числе амбулатории общей практики и семейной медицины Киевская, с которыми вы можете подписать декларацию. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...